Утром плавание, днем силовые упражнения. В Иванове в эти дни проходит студенческий фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Не побоялись попробовать свои силы четыре вуза – Ивановский государственный университет, Энергоуниверситет, Пожарно-спасательная и Сельскохозяйственная академии. В составе каждой команды – юноши, девушки и преподаватели. Всех по 10 человек. Вообще-то дебют. Дебют у всех. И мы, конечно же, массово, первый год, как только нас пригласили выступать, мы всей кафедрой физ. воспитания и поддержать команду, и поддержать вуз, ну и, соответственно, проверить свои силы. Мы первый раз сдаем. Что-то получается, что-то нет. Но если это будет проходить ежегодно, с удовольствием будем в этом принимать участие. В зале стадиона «Спартак» участники фестиваля выполняют отжимания, подъем туловища из положения лежа, прыжки в длину, проходят тест на гибкость. На турнике на улице – подтягивания. Лично мне несложно, потому что я с четырех лет занимаюсь спортом. То есть для меня все, в принципе, легко, кроме, я только не знаю, сдам ли я метание на золотой значок, а все остальное мне пока что на золотой значок. Всего участникам предстоит пройти 9 испытаний. Каждый вид оценивается по стобальной таблице многоборья. Победит команда, где 30 участников в сумме наберут наибольшее количество баллов. Также будет определена личная, то есть личное первенство будет определяться в фестивале комплекса ГТО по таблице многоборья. Также параллельно, выполняя нормативы комплекса ГТО, каждый участник может выполнить эти нормативы в зачет получения знака комплекса ГТО. Испытание продолжится в четверг. Участникам предстоит бег, метание спортивного снаряда и стрельба из электронного оружия. Команда-победитель отправится на всероссийский этап студенческого фестиваля ГТО. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.